Популярный вопрос. Зачем нужна грилю крышка? Вообще на самом деле вопрос такой немножко странный. Вот почему. Потому что крышка это вообще самая главная штука в гриле. Самый главный элемент. Это то, что его отличает от всех остальных подобных устройств. То есть то, что его отличает от мангала и тому подобных вещей. Дело в том, что крышка как раз создает тот самый эффект конвекции. То есть когда продукты готовятся на гриле, они получается, что обрабатываются сразу со всех сторон. То есть когда они располагаются на решетке, если их положить на решетку, то соответственно они будут благодаря углям жариться снизу. Благодаря излучению, которое исходит от углей. А под закрытой крышкой, благодаря конвекционному эффекту, нагревается воздух внутри гриля. И соответственно, когда продукт расположен на решетке, он готовится не только снизу, но и сверху. А также сбоку, с одного, с другого и так далее. Это вот то, что вообще коренным образом отличает гриль от мангала и так далее. Вы меня спросите, вот гриль одним словом. Я скажу крышка. Еще один важный момент. То, что всегда все рекомендуют на любых грилях, это как можно меньше открывать крышку. И это правда. Дело в том, что как только вы открываете крышку, соответственно, жар, тот горячий воздух, который скопился в котле, он просто влетает. То есть он исчезает и, соответственно, температура падает. То есть получается, что если готовить с открытой крышкой, то это будет то же самое, что готовить на мангале. Вот очень хороший пример. Если сейчас посмотреть на градусник. Вот он показывает, что температура в котле, температура воздуха, потому что термометр установлен в крышку, температура воздуха составляет 240 градусов. Вот это очень хорошо видно. Если я сейчас крышку сниму, то есть я ее снимаю на достаточно короткое время. То есть можно минуты даже меньше, да? То есть несколько секунд. Вот я просто снял крышку. Что произошло? Ветер унес горячий воздух, да? То есть горячий воздух поднялся вверх. Вот. И теперь мы закрываем крышку и смотрим на показания термометра. Вот. Обратите внимание. 190 градусов. Он, конечно, начинает нагреваться, но тем не менее вот этого жара его уже нет. Еще один такой важный момент, который дает крышка, это отражение тепла. То есть вот то самое излучение, которое исходит от угля, оно как бы отражается от внутренней стороны крышки и идет обратно. То есть таким образом, приготовление на гриле, оно вообще уникально. То есть оно не похоже ни на что. Это и не мангал, это и не печка, там, я имею в виду, духовка. То есть это абсолютно уникальная вещь, которая используется сразу в несколько методов. Вот. Поэтому вот эти все премудрости, там, типа того, что конфигурации угля, значит, там, 50 на 50 или еще какие-то, это как бы уже вторично. Самое главное, это научиться использовать крышку на гриле. Наиболее продвинутые там шефы, которые давно работают с грилем, они даже поднимают крышку особым образом. То есть они ее не снимают вот так, как я показывал, а они ее поднимают вот так, и поднимают, и уже вот здесь там делают какие-то операции. Значит, зачем это нужно? То есть, потому что горячий воздух сохраняется под крышкой. Вот. Еще один такой классный факт, связанный с крышкой. Крышка, она позволяет готовить в любое время года. Вообще, абсолютно. То есть, неважно, идет дождь или снег, то есть у вас продукты все равно готовятся, потому что они защищены крышкой. Вот. И, опять же, горячий воздух сохраняется. То есть, тоже очень важная вещь. Мои вот эти замечания про крышку на гриле, они относятся не только вот к этим сферическим грилям угольным. То же самое касается и газового гриля. То же самое касается грилей бочкообразных. Если вы хотите научиться правильно готовить на гриле, то сначала самое первое, это научиться оперировать с крышкой. Открывать ее как можно меньше. Вот. И, плюс, научиться понимать, как используется вот это тепло, как используется конвекция, вот этот горячий воздух, который внутри котла или внутри вашего гриля находится. То есть, нужно уметь готовить продукты именно с помощью этой самой гриле. Ну, вот именно в этом и все и дело. Так что гриль – это крышка.